Приветики! Пошла возобновить свое хождение на иголки 2 года назад. Тогда я не доходила курс на 10 сеансов, проходила всего 6. Сейчас должна быть уже на иголках. Приду домой, покажу вам, какие синяки оставляет эта процедура. Делаю это для того, чтобы поднять иммунитет. Когда к нему приходишь, говоришь, что тебя волнует, и он именно в эти точки ставит тебе иголочки. Первая задача это будет отечность, порцевость судена система, то бишь сердце, обмен веществ. В прошлый раз, когда я походила, я скинула 2 кг просто вот так вот за полторы недели. Решила еще раз попробовать. Иголки у меня остались с предыдущих двух лет. Я буду готовить очень вкусный салатик. Он также диетический, и в него входит тунец, яичко, зеленый лук, огурчик и пекинская капуста заправляется нежирной сметаной. Сказала себе вот такие наборчики. Это называется орбис. Гидрогелевые шарики. Они надуваются в водички, и их можно ложить либо в вазончики. И полезно ними делать массаж деткам. Вот берете одну пачечку, высыпаете в горячую водичку, они надуваются, и даете своему детену, чтобы он их ручками разжимал. Это получается как мелкая моторика, либо ножками ходить. Вот это очень полезная штука. Сейчас покажу, как они сильно раздеваются. Я их высыпала в вазон. Во-первых, это эстетически смотрится. Во-вторых, он также дает влагу для вазона. Я купила себе вазу для своего бамбука, который мне подарили на день рождения. И всю вазу я заполнила тоже этими шариками. Сейчас покажу. Как прикольно вышло. И уже, собственно, вазон питается именно влагой этих шариков. Красотища. Сегодня иду в костюме от Серхио Пареро. Также хочу сегодня еще поехать посмотреть какой-то ковер. Такой небольшой, полукруглый или круглый сюда именно в коридор. Потому что меня эта тряпочка уже порядком подкумарила. Все, прикатила я с иголок. Стоимость уже поднялась. Раньше было, получается, 50 гривен. Это по записи. Сейчас уже 70 гривен по записи. Если договориться еще с массажисткой, которая будет тебе это делать. То есть, чтобы она тебя записывала, когда тебе надо. Ну, в общем, есть некоторые привилегии, так сказать. То еще 20 гривен ей. Вот что у меня сейчас после первого массажа. Кто не знает, этот массаж делается такими железными. Кложки такие железные. И они не сильно трут, что оно так вот все. Просто как с непривычки. И в основном они это делают на ребрах. Под грудью, на шее и на спине, на боках. Вот когда на боках она мне делала, то мне очень понравилось. Потому что я вообще садомазохистка сама по себе. И баночный массаж, там, и подтверждение. То на боках мне понравилось. Все-таки завтра попрошу ее, чтобы она мне больше боки помяла. Вот так она уже хорошо по них той железякой упрошлась. Опять пошла на иголки. Потому что реально сейчас чувствую, что иммунитет упал. Очень у меня тахикардия. Я не знаю, с чем это связано. И когда я в прошлый раз ходила, я действительно чувствовала себя лучше. И завтра еще у них там стоит, типа, аптечка такая. Ну, короче, как вы поняли, типа, пиар-ход. Натуральные травы, натуральные капли. То завтра еще накупляю себе разных капель. Когда-то я тоже их пила. Ну, чтобы сказать, там, особого эффекта, конечно, непонятно. Но будем видеть. Сеанс длится 45 минут. Лежишь с иголками, мне сегодня было ужасно больно. Мне поставили иголку вот сюда в руку и в ногу. Очень больно. У меня прям немели ноги. Но когда он мне ставил, я говорю, где-то в мышцу попали, я говорю, мне ноги понемели. Он говорит, это очень хорошо, когда человек вот уже в возрасте приходит, который постоянно лежит в больницах. Ну, это так он объясняет. Залеченный на антибиотиках постоянно, на жаропонижающих, в общем, то они вообще ничего не чувствуют. Когда им засовываешь иголку, у них, типа, ну, они не чувствуют. А когда засовываешь иголку, и идет вот такой вот спазм, такой, как электронный посыл, то это хорошо, это значит, что ваш организм еще не... Не все потеряно, короче. То, в общем, меня сегодня хорошо. Этот электронный тик у меня сегодня и шел на ура. Курт-зал в связи с тем, что воскресенье меня капитально заложило. Я вчера только... Вот сегодня первую ночь за два дня, что я реально нормально выспалась. Это вот так... Это не я лентяйка, это вот на самом деле так. Очень плохо кашляю, насморка нету. Горло именно на ночь. Печет на ночь горло. То я, короче, мед, банка меда, и всю ночь кусочек положила, и прошло. И, кстати, я таблетки не пью. Может, я вам не рассказывала. Я таблетки не пью. И максимум, что я могу выпить, это при женских днях аналгин и при головной боли аналгин. И либо там спазмогон, что-то такое. Ну, а противогриппозные, противовирусные. Короче, я ничего такого не пью. Я пью витамин D. О, сейчас, кстати, покажу, что я сейчас пью. Это так, периодически, если я сама самолечение делаю. В общем, это не витамины, это получается магний активный, чистый магний. Это мне для сердца. И купила, но я уже допиваю. Там получается в пачке три пластинки. Это у меня омега плюс. Это вот такие зеленые таблетки Dr. Tice. Здесь получается омега плюс и экстракт этих почек. Почечек, как они называют. В общем, тех почечек, которые на дереве растут. Вчера себе сделала праздник. И очень крутую я нашла себе диету. Если не знаете, я с вами сейчас поделюсь. Берете себе 400 грамм креветок. И целый вечер бамбурите те 400 грамм креветок. Я вчера кушать вообще не хотела. Фильма два посмотрела, покуда Златка играла. С куклами. В общем, я вчера супер. Если я думаю, может мне сделать креветочную диету. Вот покупать по полкило креветок на день. И только их и есть, знаете. Ну, с полкилограмма креветок сколько там будет. Может, 250 грамм того мяса там и было. Ну, сами знаете, это шелуха и все такое. В общем, я вам скажу, диетка дуже славна. По креветочкам прошлась и так нормальненько. Сегодня, конечно, креветки есть не буду. Сегодня буду что-то по овощам идти. Повер я не купила. Я завтра иду на 11.30 снова на иголки. И после иголок поеду на наш рынок. На наш базарейру. На наш срачник, сральник, куяльник. И куплю какую-то, хочу круглую. Либо овальную, либо круглую. С высокого ворса. Просто однотонную какую-то такую кинуть туда в коридор. Чтобы было красиво для обзоров снимать. Я уже там свет перевешала. Короче, я уже не знаю, дай мне разместиться. На тренировки не хожу, потому что говорю, что заболела когда-то. Один раз у меня была такая ситуация, что я не затупила. В общем, у меня тоже болело в прошлом, получается, году горло. Хотя я болею не столь часто. И оно перестало бледить. Я на второй день пошла на тренировку. На пилон я тогда ходила. Кто меня смотрит, знает. И меня так разнесло, что я потом пила первый раз за 20 лет своей сознательной жизни антибиотики. Серьезно. У меня настолько болело горло. И у меня был такой спазматический кашель, что я кашляла и кашляла, кашляла и кашляла. У меня никогда в жизни такого не было. И после того я себе зареклась, что когда ты заболел, тебе надо минимум 3 дня, лично мне, даже если уже горло не болит и кашля нету, 3 дня подождать, чтобы организм выздоровел, а потом идти на какую-то физическую тренировку. Потому что я уже раз сходила. И это просто был ужас один. Я, как сейчас помню, у меня до такой степени болело горло. У меня Олег уже спал с малой. Я тут спала на кухне, я не затыкалась. И мне мед. Я брала, если кто знает, как эти называются таблетки, бисептол, вспомнила. Вот я брала этот бисептол, ложила его себе на язык. И у меня все равно кашель не прекращался. Я уже тогда пошла, сделала рентген грудной клетки. Да, рентген грудной клетки. Она мне сказала, что все нормально. Я пошла, записалась к этому, который лор. Она мне посмотрела горло, выписала сосательные конфеты. А я сижу у нее в кабинете и задыхаюсь. Говорю, мне сосательные конфеты, выпишите мне антибиотик сразу, потому что я задыхаюсь. И она мне какой-то там слабенький выпила. Я выпила одну таблетку, и ночью я уже спала, как отрубленная. Хотя до этого две ночи я так гавкала, как сука, знаете, как говорится. Тренировки я пойду, скорее всего, сегодня у нас вторник, завтра среда, скорее всего, с четверга. А завтра еще пойду на иголочки. У меня не было во влогах, то я качала пресс, ножки. Сейчас я тоже поставлю коротенькое видео, чтобы посмотрели, как это все происходило. Также Злате я купила, у кого вот маленькие дети, санки нам вообще не подходят. Что-то санки у нас не пошли ни разу. Я купила ей вот такую пластмассовую тарелку. Очень крутая тема. Она садится, ножки прячет, из горочки себе слетает. Вообще бомба, просто шикарно. Яйца-то! Приехала? Я не давала эту. Пока сидели со Златой дома, я сделала очень прикольную такую себе подставочку для моих ванной, ну, ванной для моей ванной, в общем, для ванной комнаты, подставка для мыльного, рыльного, ну, у меня там в основном идут все средства для моих волос. Когда-то в этой корзинке мне подарили букет с апельсины, там были яблочки, в общем, типа все такое. Кстати, если не знаете, где заказать такой букетик, то ссылочку я вам оставлю. Это делает моя подружка, которая живет на озерах. Это она мне такой подарочек сделала. В общем, в этой корзинке были фрукты. После того, как мы их съели, корзинка осталась. Я ее взяла, покрасила белым баллончиком обыкновенным краской. Она у меня за сутку высохла. И на клей-пистолет, собственно, вы сейчас будете наблюдать просто с елки, вот эти жемчужинки туда налепила. И супер! И сделала еще одну такую же баночку, получается, для спонжиков для лица. В общем, она очень красиво смотрится. Куплю этих жемчужин, они уже распродажи начинаются на всякие новогодние игрушки. Можно интересного такого для декора взять. И что? Ну, в принципе, пока со спортом никак. Так, диетка у меня продолжается. А, и хотела сказать по поводу моего предыдущего видео, которого там этот прям ажиотаж был, когда в конце видео был грохот, шум. И все там, боже, какая ты невозмутимая. Что там чуть ли ребенок тебе не тарелки бьет на кухне, а ты сидишь, типа, видео снимаешь. Я в свою защиту, и, ну, я думаю, мамы знают, что когда вы растете со своим ребенком, во-первых, у вас все попрятано, лично у меня вообще так, до максимума недостижимости, это раз. Во-вторых, каждый звук любая мамочка знает, как и сердце ребенка, которое бьется у вас, пока вы беременны, то вы знаете каждый звук, который происходит в вашем доме. Почему я невозмутимо сидела, когда она высыпала с ящика игрушки? Потому что там конкретно слышно, что это высыпалось лего. Потом там посыпались такие, как бы это сказать, дутые пластмассовые игрушки. Это очень все слышно, понятно. Тем более, что я говорю, мы, мамочки, начинаем переживать, когда ребенок долго тихо сидит, а не тогда, когда вот этот шум стоит и гамок. Когда разносится хата, то оно звучит по-другому, поэтому я невозмутима. Плюс, если бы я была какая-то больная на голову, нервная, агрессивная, с пострадовым депрессняком, то да, я бы, конечно, там матюки, хотя, опять же, вернусь. Если вы заметили, когда моя злата начала уже разговаривать, попрошу заметить, когда я снимаю при ней видео, ни одного мата с моего, с моих уст не звучит. Это все объясняется тем, как я и объясняла в первом своем видео, это было два года назад, когда я снимала ролик и матюкнулась, то меня там чуть на костре Инквизиции не спалили, что, боже, как ты перед ребенком посмела матюкнуться, ты че, вообще сумасшедшая? Я говорю, она не понимает, когда она начнет понимать, вот тогда я буду себя фильтровать. А сейчас, типа, ну, она не понимает. И вот в данный момент она слышит их на улице везде, там, и в садике они там матюкаются, как на чем свет стоит, но дело в том, что она вообще их не повторяет. Самое такое, что она может сказать, это бляха-муха. Хотя даже если бы она матюкнулась, я бы ее не грохнула бы за это, понимаете? И вот именно, когда при ней идет разговор, то вот при ней я всегда фильтрую то, что я говорю, и Олег фильтрует, у нас такая договоренность, мы так, по крайней мере, пытаемся следовать этим. Те, кто хочет научить лично меня, как воспитывать ребенка, как подрываться на какие-то шумы, как, я не знаю, разговаривать перед ним, люди добрые. У вас всех есть свои дети, и вам Бог их дал, воспитывайте их как хотите. Хотите их в проруби купайте, хотите их с трех месяцев плавать учите, чтобы, ну, вот, как их опускают в воду, они там начинают дышать, кто не начинает дышать. Хотите их на иголки водить, грудных детей на иголки. Знаете, вам дан ребенок, вы за него отвечаете. И никогда не надо никому навязывать свою точку зрения, что вот если я решила поить, например, ну, там, вот у меня одна знакомая есть, она вот, когда у ребенка нос заложенный, она ему мочой нос капает. Для меня это дикость, потому что я бы себе так не сделала. Для нее это нормально, ей так родители делали. То есть уринотерапия для них это нормальная составляющая их жизненного процесса. Пожалуйста, я ей слова не скажу, что ты, боже, ты идиотка, конченая, ты что делаешь, ты зачем ребенку такое делаешь, а это ваше сугубо дело, как вы его воспитываете и все остальное. Понятно, есть какие-то достижимые рамки, какие-то обязательства общества, как кто привык, как должно быть, но опять же таки, в каких-то мелочах каждая семья воспитывает ребенка абсолютно так, как она считает нужным. Ну все, Сатрюна говорила уже на большое количество времени, надеюсь, вам мой влог понравился, буду снимать, продолжать каждый день. Начинать готовить очень интересное видео с обновками, с вещами, с покупками, в принципе, все то, что вы очень сильно любите. Я вас люблю, целую, не болейте, не хворейте. Если хотите острых ощущений, сходите на иголки. Пока!